Привет, дорогие друзья! В этом видеоролике я хотел бы поговорить об отводе судьи. Как вообще его заявлять, какие основания вообще, как это все происходит. В принципе, во всех процессуальных кодексах похожие, скажем так, основания для отвода судьи. Поэтому я взял на примере Гражданско-процессуального кодекса, статьи 20, о том, какие есть основания для отвода судьи. В принципе, в других кодексах они тоже повторяются. Значит, с чего хочется начать? Судья должен отвестись или самоотвестись, если он принимал в рассмотрении данного дела до этого участие в качестве представителя, эксперта, секретаря судебного заседания. Ну, в общем, один был из участников судебного процесса. Он должен тогда отвестись. Ну, я думаю, это правильно все сделано, так и есть. Далее. Судья, ну, это не знаю, насколько это можно доказать. Он прямо или косвенно заинтересован в результате рассмотрения этого дела. В общем, есть, вот он хочет результата какого-то добиться. Вот он там как-то со стороной заговорился или что, и поэтому он должен отвестись. Ну, это доказать никак нельзя. И, в принципе, никто, я думаю, по такому основанию отводиться не будет. Ну, такое недоказуемое, скажем так. Далее. Если судья является членом семьи, близким родственником кого-то из сторон по делу, ну, это братом, сыном, дедом, отцом, там целый перечень всех этих родственников в этой статье есть. И вот почему я хочу сказать, почему эта статья такая достаточно обширная, и по любому основанию, в принципе, можно заявлять судья отвод. Есть такой даже четвертый пункт по другим обстоятельствам, которые возникают у вас сомнения в том, что судья правильно ведет процесс, что он как-то до вас относится, к вам, вернее, относится как-то неправильно. Поэтому любое вот основание, что вы там что-то считаете, описываете это в заявлении и просите судью отвестись от рассмотрения этого дела. Ну, вот любое, какое вы считаете нужным. Там нету ограничений, нету чего-то написано. Так прямо и написано. Якщо е инши обставины, які выкликают сумни в объективности, то наупредженности судди. Ну, вот есть какие-то, ну, любые все равно можно. И есть пятый пункт еще. Если нарушено положение статьи 11 со значком 1, это статья об распределении дела. Если она там, когда дело, допустим, поступает в суд, она там распределяется, там есть электронная система росписи, и на кого-то и суд. Если это нарушено, то судья должен тоже отвестись, ну, отвестись. То есть я лично по этим обстоятельствам не видел, чтобы судьи отводились. Так что, в принципе, так. Кроме этого судья есть еще далее статья, где описано, что судья тоже может заявить самоотвод, если он до этого принимал рассмотрение в этом деле в суде другой инстанции. Там первой апелляционной, там, кассационной, в Верховном суде, и так далее, где-то перевелся из суда в суд, там, из районного апелляционной. Дело к нему, допустим, пропало. Он должен отвестись, потому что он в первой инстанции уже принимал. У него рассмотрение какое-то будет апелляционное рассмотрение. Так что так. Если хотите, пишите им заявление об отводе, из тех оснований, на которые вы считаете нужным, и вы считаете, что здесь не судья должен отвестись. Он пусть рассматривает и выносит по этому вопросу ухвалу, согласен он или не согласен. Если видео полезно, знаете, что делать. Благодарю за внимание.